День с толком Плюс 35 и выше. Считают ли эксперты майскую жару аномалией и ждать ли нынче хорошего урожая? Для них май тоже праздничный. Много ли в крае клещей и как с ними бороться? Отменят ли шукшинские дни на Алтае? Министр культуры рассказала, как планируют выходить из онлайн-режима. Начнем этот выпуск с новых цифр. 43 жителя региона заразились коронавирусом за минувшие сутки. Из них 11 человек барнаульцы, также 11 бейчане, еще 6 случаев зафиксировали в Змейногорском районе. Таким образом, общее количество заболевших в крае 770 человек. Антилидером по-прежнему остается Змейногорский район. Там 242 пациента с коронавирусом. На втором месте в антирейтинге – Барнаул. 236 инфицированных. В Бийске – 78. Но есть и хорошие новости. Сегодня из больницы региона выписали 54 человека, переболевших коронавирусом. За все время домой выписано 337 жителей края. В Барнаульской горбольнице номер 11 появился новый аппарат ИВЛ. Его стоимость – 3,5 миллиона рублей. Этот подарок мецената сейчас необходим. В больнице, напомним, находится детская реанимация, которую создали в военном режиме всего за 10 дней. В отделении уже есть аппарат ИВЛ, но новый превзошел все ожидания врачей. У него больше функций, показателей и даже, судя по внешнему виду, аппарат отличается от своих предшественников. Вот эти манометры, которыми уже больше 60 лет, наверное. Ну и все, вот тут две-три ручки и все. На сегодня в Алтайском крае коронавирусная инфекция выявлена у 95 детей. К счастью, никому из них искусственная вентиляция легких не нужна. Как сообщает Минздрав, тяжелых случаев заболевания COVID-19 среди детей нет. Когда его вмонтировали, я подошел, посмотрел. Даже не знаю, сможем ли мы когда всеми теми функциями, которые в нем заложены, как вот в любом компьютерной составляющей есть, воспользоваться. Либо они, часть из них, так и останутся невостребованными, потому что здесь все-таки дети, инфекция, своя специфика. Добавим, всего в регионе 870 аппаратов ИВЛ. В Минздраве сообщают, что нехватки аппаратов нет. На данный момент на искусственной вентиляции легких находится 4 пациента. Несмотря на коронавирус, жизнь продолжается. В Барнауле начали выдавать путевки в детские сады. На сайте комитета по образованию опубликовали результаты распределения детей. В списке более 8 тысяч маленьких жителей края. За путевкой в детский сад, куда распределили ребенка, родителям необходимо обратиться до 30 июня. В этом году в связи с пандемией коронавируса в детских садах исключили скопление людей и живые очереди. Родителям назначают определенное время. Следующих мам и пап можно будет принимать только через час после полной дезинфекции помещения. Также из-за коронавируса в этом году в комитете по образованию отменен личный прием граждан. Поэтому все интересующие вопросы будут решаться в режиме онлайн и по телефону. Он указан на официальном сайте Барнаула. По-настоящему летняя жаркая погода установилась на Алтае. Местами воздух прогревается до 35 градусов. В интернете многие эксперты называют майскую жару аномальной. Причем тепло, по прогнозам синоптиков, продлится еще несколько недель. Так является ли аномалией столь ранняя весна, расскажет Полина Жданова. Она сейчас у нас в студии. Полина, здравствуй. Ну, понятно, факторов много, но, к примеру, повлияет ли такая жара на пассивную? Здравствуй, Андрей. Да, синоптики говорят, жаркий апрель и май нетипичный для наших широт. Впрочем, необычно теплой в этом году выдалась и зима. Поэтому 30 градусов жары с начала мая – не первая погодная аномалия в этом году. Жара пришла к нам, по словам синоптиков, из Средней Азии и продержится она достаточно долго. Это напрямую влияет на растения. Тополиный пух, например, уже полетел, а должен был не раньше начала июня. Это достаточно редкая вот такая ситуация. Ближайшая, подобная была в 2001 году. Такая погода, она чревата тем, что у нас сдвижка в этом году всех процессов цветения, зелени, появления и так далее, где-то на две и больше недели раньше срока. И не исключен возврат холодов. Климатологи вторят синоптикам, утверждая, что лето, вероятно, окажется холодным, даже с небольшими заморозками. Больше всего это может навредить дачным посадкам и сельскому хозяйству. Но пока жаркие дни аграриям только на пользу. Посевной сезон начался на две недели раньше обычного. Сейчас с нами на связи Александр Траутвейн, генеральный директор сельскохозяйственного предприятия имени Титова в Косихинском районе. Александр Викторович, здравствуйте. Действительно ли в аграрии в этом году раны занялись посадками? Здравствуйте. 23 апреля реально овес начали. Обычно начинали там где-то 1-2 мая. И горох раньше сеять начали. Яровую пшеницу начали сеять 5-6 мая. А раньше сеяли с 11-12. И гречиху планируем, наверное, с 15-16 начать сеять. Раньше с 25-го. Спасибо, Александр Викторович. А мы продолжим о жаре. Кстати, аграрии рассказали, что главное, чтобы летом не было минусовой температуры и засухи, которая уже настигла степные районы края. А остальное для урожая не страшно. Сейчас погода улыбается Бийскому, Залесовскому, Косихинскому и ряду других районов. Там и тепло, и дожди. В Барнауле дождей нет. И многие наверняка уже мечтают позагорать и искупаться. Но МЧС советует не торопиться. Например, в Барнауле еще нет ни одного проверенного водоема. Пляжи на данный момент в регионе, конечно, закрыты. Пока неизвестно, когда они откроются в связи с эпидемической обстановкой. Но подготовительная работа уже ведется. Перед органами местного самоуправления такая задача стоит, чтобы при возможности процесс открытия не был затянут. К примеру, Барнаульский городской пляж начал подготовку на неделю раньше обычного. Открытие купального сезона запланировано на 12 июня. Из оставшихся работ – чистка дна и облагораживание берега. Вода быстро нагревается, и на песке уже появились первые отдыхающие. И это несмотря на то, что в воду заходить нельзя. И вообще пляж официально закрыт. У нас стоят знаки. Купаться запрещено. В ежедневном режиме у нас выезжают специалисты, которые следят и ограничивают, составляют административные материалы. Тем, кто не слушается, мы не допускаем массового скопления здесь и ограничиваем проезд сюда. Отметим, что со слов заместителя главы администрации Центрального района, дорогу к пляжу специально испортили, чтобы не было возможности проехать. Тем не менее, отдыхающих это не смущает. Антолий Владимирович рассказал, что штрафовать их пока не будут. Ограничиться предупреждением. Если купаться еще нельзя, то загорать и греться на солнце разрешено. И для этого не обязательно ехать на пляж. Можно и на даче, тем более для садовых работ сейчас самое удачное время. Главное по пути к местам отдыха избегать массового скопления людей и не пренебрегать защитными средствами, как от вируса, так и от прямых солнечных лучей. На этом у меня все. Передаю слово Андрею. Спасибо, Полина. А мы продолжим. Очень комфортно, несмотря на жару. Чувствуют себя клещи. По данным регионального Роспотребнадзора с апреля, с жалобами на укусы насекомых обратились уже более 2,5 тысяч человек. Где в период пандемии можно получить помощь, если клещ все-таки присосался? Сколько стоит обработать дачный участок от насекомых? В каких районах клещей больше всего? Узнавала Мария Микшута. Племянница Анастасии укусил клещ. К счастью, все обошлось. Ребенку поставили ему на глобулин. Девочка живет в Салтонском районе. Проверить клеща на инфекцию там нет возможности. Мы вместе с Анастасией отправились в вирусологическую лабораторию. Отметим интересный факт. Клещ укусил девочку две недели назад. Его отправили в Барнаул, и он до сих пор жив. В лаборатории отмечают, что насекомое должно быть живым, иначе вирус не обнаружить. В баночку можно закрыть несколько слоев марлечки и резиночкой. Или положить туда ваточку смоченную, вы правильно сделали, во влажной салфетке. Можно травки бросить. С приходом весны в барнаульских травмпунктах ажиотаж, несмотря на пандемию коронавируса, они работают в обычном режиме. Только в один из них за месяц обратилось 300 барнаульцев. За майские праздники 117 укушенных. Врачи отмечают, самое главное – своевременно обратиться за помощью и удалить клеща безопасно. В специализированных условиях специалисты снимут так, как положено, чтобы не осталось каких-то частей клеща, чтобы потом не травмировать кожу. Лучше это сделать у нас. Кстати, 50% от всех укушенных клещами в нашем регионе приходится на города. В этом списке Бииск, Белокуриха, Новоалтайск, Заринск и Барнаул. Насекомые есть не только в лесах и парках, но и на обычных дачах. Поэтому многие барнаульцы уже начали обрабатывать свои участки. Такая услуга обойдется дачникам в среднем от 2000 рублей. Мы решили узнать, насколько процедура безопасна, и позвонили в один из дисцентров. Проводят обработку и сотрудники Роспотребнадзора, что называется в глобальном масштабе. Сейчас в крае обработано около 700 гектаров зеленых зон, в том числе и в Барнауле. На очереди туристические базы, санатории. До 1 июня обработку должны завершить. Но если клещ все-таки укусил, желательно проверить насекомое в лаборатории и не только на клещевой энцефалит. В настоящее время регистрируются три случая подозрения на заболевание клещевым энцефалитом. Более 90 случаев заболевания сибирским клещевым тифом. Ну и начинается регистрация заболеваний к содовым клещевым боррелиозом. Анастасии долго ждать результатов анализа не придется. Был ли инфицирован клещ, укусивший ее племянницу, она узнает уже завтра. Мария Микшута, Николай Шилко. День с толком. Барнаульские активисты на днях обнаружили останки на территории старинного кладбища. Сейчас это Площадь Свободы. В прошлом году здесь высадили деревья. Могли ли работы по озеленению потревожить древнее захоронение, узнавала Валентина Аскерова. На фото осколки старинного фарфора, кованые гвозди, скорее всего, 19 века, антикварное стекло, шлак сереброплавильного завода и кости. Эти артефакты обнаружил барнаульский активист в лунках высаженных ели на Площади Свободы. В прошлом году на этом месте археологи уже находили останки древних захоронений. Была даже точно определена могила первого командира барнаульского сереброплавильного завода Андрея Бейера. Действительно ли в этот раз были найдены человеческие останки, мы спросили у экспертов. В мэрии подтвердили, что ели, где были обнаружены артефакты, были высажены в прошлом году, но глубина работ не превышала положенной нормы. Глубина ямы для посадки не более 80 сантиметров. Деревья высаживались исключительно в плодородный слой. Посторонних предметов подрядной организации обнаружено не было. Тем не менее, утверждают эксперты, останки могут находиться на любой глубине, будь то 80 сантиметров, 50 или метр. И при посадке деревьев этот факт нужно учитывать. Да и вообще необходимо заниматься не только озеленением исторических мест, но и популяризировать их. Площадь Свободы, памятное место. Это территория бывшего кладбища. Здесь похоронен изобретатель Иван Иванович Ползунов. И хорошо бы, говорят барнаульские архитекторы, если бы здесь появились информационные стенды, таблички, на которых было бы написано, что именно это за место. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Дельфийские игры и литературный фестиваль Роберта Рождественского отменены. Проводить летом не планируют даже небольшие, но значимые мероприятия. Из онлайн-режима культура региона будет выходить поэтапно, рассказала в рамках пресс-конференции министр культуры Елена Безрукова. Как это будет и об отмене каких фестивалей больше всего жалеют скульпторы и музыканты в нашем сюжете. Шукшинских дней не будет впервые. Главная причина всем известна – строгий запрет на массовое скопление людей. Уйдите совсем. Совсем уйдите. Это решение логично вытекает из нашей реальности. Рассматривались различные подходы к этой теме. Но это самый масштабный наш фестиваль. Главная особенность, которая заключается в том, что приезжает огромное количество гостей, участвует большое количество людей. И, безусловно, проведение такого масштабного мероприятия не представляется возможным этим летом. Также отменены краевые дельфийские игры, литературный фестиваль Роберта Рождественского и молодое, но, по словам министра, уже полюбившееся многим событие – международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. Притяжение». Скульпторы пытаются, как могут, восполнить выпавшие из календаря фестивали и встречи с поклонниками творчества. А что? Эх, где наша не пропадала? По словам Сергея Мозгового, скульпторы по дереву организуют себе онлайн-фестивали, где состязаются еще и в скорости. В интернете, в режиме онлайн, провести конкурсы, когда одновременно в нескольких разных странах, на разных территориях, люди делают, практически одно и то же делают. То есть в течение получаса бензопилой или электропилой, циркной пилой, выполняют какую-то скульптуру. Постоянно поддерживают форму, к примеру, и оркестры. Музыканты тоже на самоизоляции и ждут, когда им позволят выступать. На сегодняшний день распоряжения о том, что мы можем приступить к репетициям, у нас нет. Но, в принципе, все музыканты, находясь на самоизоляции, занимаются самоподготовкой, поэтому, если нам разрешат, например, завтра уже репетировать, то какую-то новую программу, я думаю, мы быстро можем за неделю подготовить. По словам Елены Безруковой, в отмене мероприятий есть еще один плюс. Это сэкономленные средства бюджета, которые можно, например, направить на медицину. Другими словами, можно сказать, что наши зрители, любители наших мероприятий, можно сказать, что свой бюджетный рубль, как налогоплательщик, отдают с проведения массовых мероприятий на здравоохранение. А возвращаться из режима экономии культура будет, как и все остальные отрасли, поэтапно. Сначала библиотеки и театры вернутся к работе без очного приема посетителей. Потом начнут принимать по одному, конечно, при соблюдении всех санитарных требований. И только потом возврат к массовым мероприятиям. Это затянется. И, возможно, полноценная культурная жизнь расцветет только осенью. Праздник нужен душе. Праздник. Я его долго жду. Андрей Дриер, Александр Антропов. День с толком. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале на YouTube, в соцсетях, Инстаграме, ВКонтакте и Фейсбуке. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok